МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Память про крайнюю историю. Атмосфера святок упали у Александры. В выпуске. Экономичная выгода праз элитной оготунки. Аграры Могилёвщины робят сталку на ураджай бульбы. Президент Беларуси Александр Лукашенко с прационным визитом наведал Славгородский район. Кировнику державы поведомили об социально-экономичном развитии Могилёвской области. Александр Лукашенко принял дел во ураджистом открытии путепровода прозраку СОЖ в Славгородском районе. Подчас урочистых открытий объекта Александр Лукашенко подкреслю особливое значение путепровода для ЖХРУ Краснопольского и Славгородского районов. Ее скоротил маршрут омально сотню километров. Дорога, конечно, была плохая. Здесь всегда очень большие очереди были. Но в данный момент мы чисто случайно сегодня сюда попали. Даже не знали, что будет открытие моста. Вообще супер, нам понравилось. Президент адресовал слова подяки тем, кто принимал дело в будовництве моста. Здесь главная задача стояла в том, чтобы применить, укрепить старые фермы, вот эти вы видите. До этого они стояли на крыше. Их сняли, отремонтировали, усилили и применили на этом объекте. Поэтому здесь получилась как бы экономия средств. Ну и, естественно, для жителей Славгородского района построили прекрасный объект через СОЖ. Под час размобы с удельниками мероприемства президент поведомил, что у этой пятигодцы ориентуя на проведение парадок дорог мясцового значения. А у на ближайшие три годы у Беларуси будет модернизована и побудована 18 мостов. Договорились с европейцами, это же транзит, и их тоже, они в этом заинтересованы. С востока на запад транзит. Но это хорошие для нас деньги. Поэтому мы должны за три года около 130 миллионов долларов вложить в это. Европейские деньги есть. И вот я попросил, чтобы наши министры и члены правительства имели в виду, что эти деньги должны остаться у нас. То есть обязательно надо выиграть подряд на строительство этих мостов, потому что европейцы деньги не дадут без конкурса, если мы не проведем. Мы должны посоревноваться с западными фирмами, с российскими, кто придет, кто захочет строить и выиграть. У размове с белорусским лидером закранули питание социально-экономичного развития Могилевщины. Президент заявил, что в будущем пятигодце программа по развитию по Одневому Сходу Могилевской области должна быть реализована. Если мы реализуем программу по развитию вот этого региона, Могилевщина будет жить. Там и инвестиции хорошие, там и льготы приличные. И люди едут сюда. Вы очень правильно сказали. Мы нигде никому не нужны. Нигде не думайте, что вы даже поедете в Могилеву или в Витебске, там вас ждут. Сейчас конкуренция бешеная, поэтому смотрите на месте, где вы привыкли, где можно какой-то клочок земли, какую-то фабрику, завод построить или заниматься индивидуально каким-то предпринимательством. Смотрите на свою землю, потому что если вы укрепитесь здесь, то и дети ваши будут жить. И не только будут жить, они получат какую-то базу, какой-то фундамент для развития. Поэтому стройте свой дом здесь. А если у вас будет фундамент крепкий, то вашим детям уже достроить этот дом будет попроще. А может быть, и мы еще что-то построим для того, чтобы могли жить наши дети. Я буду делать все для того, чтобы эта программа была реализована. Это очень важно. Здесь можно жить. Здесь нужно жить. Поэтому, как бы там ни складывалась ситуация, я говорю, если мы трудимся, если мы к чему-то стремимся, Господь всегда нас поддержит. Кероник державы наведу блакитную крыницу, гидрологичный помник природы республиканского значения, куды цяпер новый мост открыл комфортный шлях. А за кошт поляпшения логистики появилась мягчимость выхода на соседние районы Российской Федерации. Новую транспортную артерию протяглостью полкилометра еще называют мосту-будоченью, бо она не только забеспечила бесперебойный рух по меж двумя пауднево-усходними районами Могилешины, Славградским и Краснопольским, аллея открыла новая мягчимость, например, для развития сельско-господарчей и туристичной галлины. Юлия Нашликова, Миколай Соболев. Новины региона. Вертание до витока у национальных традиций память про свои коронии и историю стала главной темой свято-купалля Александры Сбера и Сяброу. Вот уже 11-й год республиканский фестиваль объеденовывает славянские народы на березе Днепра. У святочную атмосферу окунулася и наша здымочная группа. В гости из усёй Белоруссии не только едут у Александрею за уражениями и новыми знаёмствами. Потому что атмосфера у свято особливая. Тут и колоры белорусской культуры, и традиции. Мы представляем собой Радимичей, 10-й век. И вот это у нас вертикальный станок 10-го века. Знакомств много, и для себя это много очень берёшь. Люди разные. Обстановка очень дружественная, интересная, весёлая. Купальские вянки плятутся в каждом кутку фестивалю. Гэта вядома галунная атрибу свята. Прыгужая сувениры от майстров, запальные спевы и танцы от коллектива в зуссёй Беларуси. И, конечно, прессмаки. Усё, чем богато синявокая. Фестиваль творчести, миру и добрыней по-иншему купале у Александры и не назовешь. Гэта наш культурный бренд. Тое, что нас объедновает. Здесь потрясающая атмосфера, очень всё колоритное. И замечательно, что создаёт такое настроение у всех. Праздничные песни, танцы. Мы на этот праздник заранее планировали время, чтобы сюда приехать и посмотреть на эту красоту. Моя вторая родина – это Шкловщина. Сейчас я живу в Черикове. Но я приезжаю просто здесь отдохнуть и получить настолько положительные эмоции, что это просто не передать. А ещё купале – это свято, которое вертает до вытока и даёт махчимость узнать свою малую родину. Про это говорил и президент Беларуси Александр Лукашенко в часе наведывания гала-концерта «Моя Александрыя». Дорогие друзья, недаром говорят, что рай для каждого человека там, где находится его сердце. Не только моё, но и всех собравшихся здесь сердца здесь. Моё сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастья, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который отлично знает цену словам и делам, который выстрадал право жить в своём государстве и самостоятельно выбирать и определять своё будущее. Ведь мы-то с вами совершенно точно знаем, каравай свежего, душистого, натурального хлеба – это итог долгого, упорного и кропотливого труда. И никак иначе. Так и в государстве. Работать на результат, объединяться перед любыми испытаниями, преодолевать все трудности – вот единственный способ создать наилучшее будущее для своей страны, для своего народа. И обязательно. Только всем вместе. 2020-й завершает трилогию «Малой родимы». Про память своих коронёв не раз. Со сцены кажутся артисты из Беларуси, России и Украины. Станем дружно вместе и с моём. Яскрамым финалом концерта стал фейерверк, як знак того, что Александрийская земля ясче не раз зберезь оброу на гостиной в Шклощине. Кристина Кранкевич, Виталь Алексеенко, Новинрегиона. У другий день Купальского свято отзначали лепших працевников агропромыслового комплекса. Шесть десятка узнагарод, як коллективных, так и персональных. Механизаторам, комбайнерам, дояркам – тем, хто наполняет харчовую скарбонку Беларуси. Гэта славная традиция подчас свято у Александри узнагародживать лепших аграреу региону. Вось подзяк от президента и подарочный сертификат на сучасный трактор Беларусь Калгасу Радзима Белынинского района. Головные критерии оценки працы землярова у гэта уборочная кампаня. По словах керевника в области, дякуючи захованию технологичных параметров, праца агрономов и механизаторов, минулая кампаня пройшла на годному зроуні. Подкармливаю зиму, убираю в дырма залаживаю. Ну, зерновые убираю. У меня три техники. Работа, ну, с шести до девяти бывает работа. Надо делать. А кто будет делать, если не мы? Приятно получать цветы, подарки и все остальное. Работа важнее? Нет, пускай уже сыновья работают. Их там четверо осталось дома, с одним сюда приехал. Так у вас династия получается? Ну, конечно. Растиньеводством занимаемся. Выращиваем зерно, гречиху, бобовое. Перед аграрным комплексом Приднепровского краю и на этот год стоят серьезные задачи. На этот момент у сельгазорганизациях в области уже нарыхтовано 391 тысяча тонн травянистых кормов для живелы. Доглядат за якошмат годова праца и Аллы Пугачовой, яка отримала поддяку от старшини Аблвыконкама. Имя и фамилия в жизни помогают работать? Помогает. Если сам работать не будет, никто не поможет. А в чем работа ваша? С чем связана? В чем? Я начальник комплекса в Славуровском районе Присожье. Где-то тысячу голов. Работаем уже где-то 40 лет. А как справляетесь-то с работой? Нормально справляемся. Вы понимаете, привык за эти годы уже привык. Если зарплата нормально, человек получил, человек доволен. Веселее работайте. После церемонии ознагороджения перед гостями Купаля выступил державный ансамбль песняры. Протягнули працу тематичной пляцовки. Город Майстро успевали и творческие коллективы Могилевской области. Сгодно с попередними подликами Купаля Александра Сберасябру все лета наведала свыше 110 тысяч человек. Андрей Шуляк, Александр Артемил. Новинирегиона. Все лета аграры Могилевщины зарабили ставку на ураджай бульбы. Например, у господарцы новая друдь, что в Белынинском районе у першиню за маль восемь годов обновили на сенне. Акцент зарабили на элитные гатунки розной спелости. Такого пышного квитения бульбы, кажут аграры, на Белынинской земле давно не было, а вся справа в новых гатунках. Это манифест. Красная картошка, она очень красивая. Я думаю, она на рынке будет востребована, эта картошка. Ясше Волод, Скарлит, Овация, Палац. Усе гатунки элитные. Среди них як ранняя бульба, так и поздние. Их это гарантия мы же не сможем за неделю убрать всю площадь картошки. Начнем с ранних сортов, потом позднее. Первая картошка была посажена 1 мая. Срок созревания ее 90-110 дней. В середине августа мы начнем. Усягу господарцы под так званый «другий хлеб» подведено 375 гектаров. Перед тем, как выращаться на обновление, подлечили и экономичную выгоду. Экономический эффект в том, что есть ранняя картошка, и средняя, спелая, которую мы можем реализовать, когда денег нет, пока до осени ждать урожай. У нас есть. Вот мы посеяли Волод, Манифест, Рецкарлетт. Хорошие сорта. Здесь 160 гектаров на этой площади посеяна. Элита, суперэлита. Это на будущее наши семена. Крупную картошку товарную мы реализуем. Остальное оставляем на семена на будущий год. Планируем на следующий год расширить пассивные площади на площади 500 гектаров и более. А кроме обульбы, в товаристве вырос с божьего и зернебобовая культуры. Горох. Зараз активный единый рыхток и кормов. Все лето первого отдали суммеси трав. Смесь трав, потому что бобовые травы. Это не надо будет белки покупать, не надо будут лишние деньги затрачивать. Это, который будет у нас по прогрессивной технологии. И таким способом уже удалось заготовить? Удалось заготовить. Уже заготовили 11 тысяч ножа по прогрессивной технологии 500 тонн. И будем дальше продолжать заготовку. Юлия Нашликова, Юра Оласцов. Новины региона. Пираменная в облачность. Местами короткочасовые опадки махчима на вольнице. Ветер полночно-заходний с порывами до 15 часом 22 метров за секунду. Такое надворье прогнозуется на уторок. Ночная температура в складе до 12 градусов тепла в день будет плюс 17, плюс 22. По информации облгидромета на надворье поуплывая малорухомый атмосферный фронт. Атмосферный тиск будет падать. Усераду будет в облачность с прояснениями. Пироважно без опадков. За выключением у сходних районов. Ветер заховается до 18 метров за секунду. Температурный фон у день плюс 18, плюс 23 градусы. Ужать вверх практически без дождю и без ветру. Слупок термометра по паузе вверх. Чекается до 25 у день. Синоптики прогнозуют, что до конца ты дня заховается в облачность с прояснениями на дворье. Практично без опадков и температурный фон у межах плюс 19, плюс 24 градусы. Актуальні новини в області на сайті tvrmigilov.by у группах у социальных сетках. А я нагитим з вами развитываюся. Дякую за увагу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова